Время 6 утра, мы в лесу. Смотрите, какой у нас сегодня мокрый лес шикарный. И по заходу в лес мы обнаружили первые опята. Смотрите, как они растут. Они растут вот так вот в разброс. Можно даже обнаружить. Смотрите, какие они классные. Это опенок, луковица ногий. Кто-то называет его еще клубневидный. Здесь тоже, да. А вот я иду вот еще по дороге. Вот здесь. Вот махоньки совсем просвечивают на пенечке. Иду смотреть, что там. Вот какая прелесть. Вот они, вот они, да. Это все опята. Класс. Значит, дальше больше, ребята. Все, супер. Они вот еще такие вот махоньки. Класс. Май, иди режь. Все, садимся, товарищи, садимся. И тут вообще граник тут до хрена. Надо смотреть внимательно прям. Это вот как раз толстоногие вот эти. Да, 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 луковицы ноги. Как их много здесь. Слушайте, ну так вот просто, когда мимо будешь идти, так не заметишь. Слушай, грань, там какие красивые сидят. Ну да, целосемейка. И дальше туда глянь. Все, режем. Смотрите, вот, хотя хочу вам показать, чем отличается опенок луковицы ноги от остальных опят. Как видите, его ножка, она такая, больше клубневидная. Видно остатки покрывала под шляпкой. Такое, вот оно ватное, волокнистое. По центру вкрапления темные. Запомните, съедобный опенок, хороший, который можно брать. Юбочка у этих опят появится после того, когда шляпка полностью раскроется. Сейчас я вам покажу. Вот взяла отдельно раскрывшийся, чтобы показать. Клубневидная ножка. Давай, фокусируйся. Вот. Вот она, эта юбочка. Это остаток покрывала. А вот здесь вот мы уже видим другой вид опенка. Его ножка всегда вот такая вот утолщенная. Но отличие от предыдущего опенка в том, что его шляпка всегда будет темнее, с желтыми вкраплениями. С налетом. И даже в юном возрасте, вот смотрите, какие они маленькие, отличить можно от предыдущего тем, что ножка этого опенка, она всегда такая вот желто-зеленоватая. Оливкового цвета даже можно сказать. Вот смотрите. Этим грибам хватило полутора или двух суток для роста, чтобы вырастет в такое вот состояние. Сейчас погода дождливая, влажная, очень туман, поэтому скорость их роста может быть просто невероятно быстрой. Берем. Блин, жалко, я туда не залезу. Хорошо. Ладно, не будем тогда их брать. А вот тут, смотрите, ребят, здесь у нас произрастает на стволе погибшем золотистая чешуйчаточка. И с той стороны, Люда говорит, там видно, да. Опята сейчас уже начинают отходить у ручьев. Ну, мы в тот раз уже их тоже много нарезали возле ручья. Видите, прям вот много их. Вот они, я прям увеличу вам, покажу. Там в траве их сколько, смотрите, очень много. А это у нас чешуйчатка попалась. Такая вот молоденькая, мы ее возьмем. Чешуйчатку. Мне как-то в комментариях написали пользователи, что она обладает очень лечебными свойствами. Лечит подагру и так далее. То, что можно взять. Прям вот так отделим ее сейчас аккуратненько. И тоже ее заберем. Такую маленькую грех не взять. Встало солнышко. Режем, режем опята. Смотрите, прям под корой они какие красивые. И вот так вот под стволом, понад землей. Вот они какие прелестные. И вот там дальше весь ствол такой, представляете? И опять мы попали на опяточный клондайк. Все, косим. Косим, косим. Не останавливайся. Они даже в земле. Вот смотрите, я поворачиваюсь. Вот сейчас вам покажу, как они растут. И они вот только появляются. Смотрите. Вот пупырышка. Вот. Два штучки маленьких растет. Сюда смотрим. Здесь под листвой. Вот они, вот они, вот они. И вот тут. И в общем тут вся земля ими усеяна. Вот такая вот прелесть. Режем. Тары заполняются уже. А солнышко-то как красиво стало. Смотрите. Солнышко, да. Сейчас уже их будет легче видно. Наш рассвет. Роса падает, как будто дождь идет. Так, приятно в лесу. Во-первых, в лесу не жарко. Ни одной мошки пока нет. Ни комарика, никого. И вот мы сидим в овраге, понад ручьем. И режем. А я пока снимаю, еще смотрю в оба. И уже вижу в земле, где торчат опятки. Главное не пропустить. Потому что скорость роста, напомню, у них большая. Высокая. И завтра эти опята уже могут стать лопухами. И вот сейчас, пока они вот в таком виде, их нужно брать здесь и сейчас. чтобы успеть заготовить их. Видели это? Смотрите. По стволу просто молоднячок идет. И внизу. А внизу что творится? А внизу смотрите, что творится. Сейчас покажу. Это все опята. Это все опята. Представляете? И вот там, под стволом, и с другой стороны этого повального бревна, это все опята. Просто восторга. Немерено. И тут практически каждый ствол, там еще в земле, вот прям по земле, грибочки я их вижу отсюда. Сейчас буду вот тут переходить, заходить оттуда, и просто их оттуда собирать. Это бомба, ребят. Поднимаюсь из ручья, увидела здесь опятки. Смотрите. Прям сорву для вас, покажу, какой экземпляр. Ух, какой толстоногий, красавец. И здесь вот. Вот. Вон опятки тоже начинаются. Вон, смотрите. Вон они. Вот. Вот какие замечательные. Вот тоже. Вот это все опята. На земле тоже многие не видно. На камеру. Но в продолжение, вот показывают, боюсь наступить, просто под ногами очень мелкие. Вот они начинают. Вот уже покрупнее. Вот они там по стволу. Дальше тоже они продолжают свой рост. А вот я нашла и свои любимые яйца-веселки. Смотрите, какие они. Ой, ну просто красивые. Круглые такие. Круглые. Очень сочные. Прям я вовремя за ними подоспела. Хорошие. Ура. Вот оно, волшебное зелье. Класс. Опята обнаружила. Смотрите, какие. Не опята, а жопята. Настоящие. Ну, чистые. Лопушары. А вон, какой куст. Точно. Жопятки. Огромные. Какие здесь они прекрасные. Их вот так много. Не бревнышко, а мечта. Класс. И в моей корзиночке уже пополняется. Смотрите, какой. Шикарный. Тьфу-тьфу-тьфу. Лоп. Класс. Нашли вот такой замечательный гриб. Называется ежовик коралловидный. Красивый, правда? Герициум. Замечательный грибок. Берем тоже его. Еще на мертвой древесине на таком трухлявом пне был обнаружен ежовик коралловидный. Смотрите, один, второй, третий, четвертый и пятый. На высоту забрался. Такая вот красота. Смотрите, на каком вот таком погибшем бывшем дереве. Такая вот прелесть. Я нашла очередную прелесть. Смотрите, маленькие, покрупнее. Сейчас стану, покажу. Смотрите, какие ножки. И дальше, дальше, дальше тоже по стволу. Смотрите, какие они. Классные. Там дальше тоже туда надо смотреть, собирать. Вот так вот. Такой вот удачный ствол. Как поет, а? Лес проснулся, залился светом, а птичка умолкла. Лес мокрый, мокрый, но грибов валом. Сегодня собираем два сорта опят. Птичка замолчала. Смотрите, ну какая прелестная семейка. Просто картина. Шикарные грибочки, шикарный портрет. Ох, какая нога красивая. Смотрите. Просто прелесть. А теперь, ребят, я вам покажу зрелище не для слабонервных. Вот смотрите, здесь я обнаружила переростки. Вот такие вот грибочки. Дальше идем. Дальше. Вот. Немножечко, да? Потом идем вот сюда. Вот. Тоже какие лопухи. Да, да, да. Я же что и звала. Я сейчас покажу на видео. Вот еще. Вот. Вот это неплохие прям такие хорошенькие. Вот можно их забрать. И готовы? Валерьянку все выпили? А вот еще один. И смотрите сюда. Смотрите на этот пень. Вот что это такое? Вот как можно было вот такое вот все пропустить? Вы представляете? Это вот два-три дня и все. и они гибнут. Вы представляете? Все. Проверим, что у них тут под шляпой. Если чистые, можно взять на жареху. Ну, не такие уж и темные, чистые. В принципе, можно такие забрать, пожарить. Почему бы и нет? Возьмем. Смотрите, ну вот мы, короче, встретились. Тут Майна корзиночка. У нее здесь тоже два вида разных опят. И луковичноногий, или луковицоногий, и опенок толстоногий. Смотрите, какая шикарная нога. Ну, здесь, наверное, и там оленей рожки, еще и ТСЖ у нее попался. Смотрите, ну, тут ведро, народа, большое будет. так, здесь моя корзинка, она полная. Вот такая вот прелесть для красоты. Ежовик. Это Володина корзинка, а это Людина. Наш первый заход. О, красивая всегда корзинка. А, ну да, еще вот у меня мясо на жарку. Еще мяско. Это мяско вот это снимаешь на жарку? Да, мяско. Ну, лопухи, ну пусть меня... А, вот. Мяско вот это снимаешь на жарку. Это китайский деликатес, мы тоже его в качестве украшения на блюдо сделаем. Ну, вот так вот первый заход завершился наш. Все, сейчас выгружаемся и идем еще раз. Наш второй заход. Обследуем противоположную сторону. Посмотрим, что же будет на этой стороне. Опята есть, но есть они не везде. На этой стороне у нас тоже овраг, но здесь по суше. Поэтому будем искать и делать выводы, где все же предпочитают расти и обитать опят. А здесь я встретила такого жердяя, смотрите какой. Вот это нога. прям хорошенький красивый грибок. То есть на этой стороне меньше, но все равно грибы тоже есть. Хорошенький, а он особенно вот этот вот, да? Вон стоят какие. мясо. Хорошенький. Ну что, потихонечку тоже в корзиночке прибывает. Мне тоже вон пакет мяса крупного. что-то даже пустая корзинка у Володи. Ага, легко так машет. Что, пусто что-то? Да? Я не захотел нести много. А, сколько там, мешок, да? Лень, лень нести с горки, да? Павляр. А, ну да, да, да. Вот такой толстенький, а он. Эту сторону, конечно, противоположную дождик промочил плохо. И здесь до сих пор такие вот опятки тут. Их уже ест червячок. Такие опята мы можем взять, но это будет только ножа. Я называю это мясо. Вот, получается четыре штучки. Пошел в лесу дождик. Приятный такой, теплый, грибной. Хотя сегодня вообще передавали не так уж и тепло. В лесу достаточно тепло. На этой стороне тоже сыро, но не так достаточно сыро, как там, на противоположной, где мы были до этого. Где мы взяли полной корзинки, да? И может даже чуть больше. Здесь тоже есть грибы, но этот склон, получается, точнее, этот овраг, он южный. Тот, на котором мы были до этого, овраг был северный, ближе к северу. Так вот, вот на северной части леса грибов было больше. И плюс, там был ручей, наполненный водой. А здесь, в этом ручье, воды очень мало. И, следовательно, грибов меньше. Какие делаем выводы? Опята растут всегда, там, где много воды. На этой стороне веселку мы не встретили. То есть, здесь ей получается пока сухо. Здесь нужен хороший дождь. Значит, эту сторону мы больше не рассматриваем в ближайшие дни. а будем рассматривать конкретные мокрые овраги. Там, где есть ручейки. Просматриваем второй овраг с этой же стороны. Высота, конечно, нереальная. В этом овраге и не видно дна. Попадаются вот такие вот коробочки. Но они уже пустые, даже семечка ушла. Это кликачка, которую мы весной мариновали соцветия. Вот они, эти деревья. Вот. Они цвели весной, а мы их мариновали сами соцветия. А теперь они вот такие вот коробочки отбрасывают в этих коробочках зернышки. Ну что, не видать пока в этом овраге грибов. То есть у нас опята были только в одном месте. А здесь склонные овраги хорошие, влажные, но грибам здесь быть еще пока рано. Поэтому сейчас посмотрим и будем уже потихонечку сворачиваться. Нашли речечку здесь. Сейчас пойдем разведывать. А вдруг там тоже есть грибы. Поворот просто идет. Сейчас разведаем, посмотрим, что это. На этой стороне даже веселки не слышно. То есть даже запах не идет. надо идти смотреть. Вот она эта вода. Сейчас будем на повальных пнях трухлявых искать. А вдруг что-то еще найдем. Вот посмотрите какой красавец меня тут поджидает. Вот он. Какой же он красивый. А какой ароматный вы не представляете. Так плотно сидит. Только срезать надо. Я сегодня прям много их нашла. Я сегодня их попробую переготовить. Класс. Проверяем еще одно место. Это у нас соснячок смешанный с осиной. Но тут очень сухо. Здесь пока делать нечего. Кроме свинушек здесь ничего пока нет. И те размокшие. Маслят пока не видать. Для маслят пока рано. Им нужен капитальный дождь. Затяжной. Поэтому за маслятками пока рановато двигаться. Да. Очень классно пахнет. Такой свежий после дождя аромат. Перемешку с хвоей. Очень приятный. Я нашла сыроежку. Да. это по осени. Как показывает практика все грибы идут на стыке. На стыке разных деревьев. То есть сосны вот допустим вот в этом лесном массиве. Сосна плавно переходящая в осину или в дуб. Тогда можно будет что-то обнаружить. Да. Зонтик? Сейчас приду посмотрим. Неужели зонтики пошли? Пойдем к люди посмотрим что же она нашла. и опять таки на стыке двух деревьев получается. Да. А я еще что-то вижу из иголочек что это пробивается. А нет это просто корень. А подсушенный такой. Да. факт стоит на не стоит. Да. Вот вам и зонт. Он мягкий уже. Он уже отжил свое да. Но факт остается фактом что до дождя здесь стоял зонтик. Вот так вот. Ладно смотрим дальше. Здесь у нас прячется сыроежка. Ну она не сильно страшная в принципе ничего надо резать и смотреть что она из себя представляет внутри. Ну все заканчиваем мы наш поход. Опята опята двух сортов. Сегодня очень много попалось нам ежовиков коралловидных. Вот целый ящик получился вот такой вот высоты. Тоже хороший улов. И в корзиночке тут и олинирожки и ТСЖ и там в пакетике что-то у Майи что не знаю. Опята да? У тебя веселка попалась? Нет. У меня еще там две веселки в машине ну в общем классно хороший результат мы конечно уже не в форме поэтому мы с вами прощаться не будем мы попрощаемся так в общем это не это не не это не Субтитры подогнал «Симон»!